я календарь перри рубли на 5 рано ладно ладно все 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 хватит там хватит я понимаю что рано главное чтобы не было поздно сегодня нас четверг и сегодня у нас наступила осень и отцвела капуста и во мне пропали все чувства выдавил на улицу отпущу в лужу и пускай все думают даром он не нужен в общем сегодня 1 сентября сегодня сегодня везде проходит настоящий плюс нет коронавируса потому что есть спецоперация а как спецоперация коронавирус проигрывает поэтому наконец-то первый раз за последние три года можно будет полноценно своего ребенка проводить школу и там соответственно соответственно вот так вот прям вот так вот прям с цветочками да там кто-то там возьмет сирень потом кто-то еще кто-то там тюльпаны кто-то еще что-нибудь это там возьмет не за этом розочки в конце концов блин я так любил 1 сентября макс хернику донесешь ну как-то мог любить если надо было учиться до учиться было веселее чем отдыхать и учился бы так учился блин там на отдыхе так не оторвался как на как на учебе поэтому я всегда ждал и календарь ну примерно так устал ну в общем что поздравляю всех учителей поздравляю всех первоклашек поздравляю всех учеников поздравляю их пап мам бабушек дедушек с этим прекрасным прекрасным днем днем знаний 1 сентября и что я календарь ну что обнародован план реконструкции пустующего пансионата якорная щель туда вложит 7 с половиной миллиардов рублей и в общем там много чего сделать сделать гонбольную футбольную бейсбольную площадку и там свою очередь там внуковы в общем восстановят и ни слова я не слышал что типа короче хотят продавать как апартаменты но если просто будет устанавливать и он будет продолжать существует пансионат это круто а если это под шмок просто зауалировано спрятали то что возьмут сейчас и на данном этапе будет просто там опять распродавать чужое добро то это не есть хорошо но вроде бы в статье не нашел такого что переходит там частные руки нет инвестиции есть будет именно существовать как санаторий ну вот так ладно лето закончится внезапно и везде кроме сочи в сочи будет хорошо сейчас везде жарко там и в омске и в омске новосибирске и ворске везде жарко а вот прям буквально там через неделю настанет армагедец и апокалипсец резко станет холодно сочи тоже станет холодно но будет 25 градусов а 25 градусов мне бы такой холод все лето потому что просто невозможно работать я вчера тоже опять снимал объекты для вас весь потел весь смог весь в мыли ну и конечно в таких ситуациях ты заболеваешь по разу быстрее чем чем другие да потому что машине холодно на улице жарко и так далее в общем везде будет не очень хорошо а я повторю еще раз что одиннадцатого сентября я календарь блинский чё за календарь блин в общем едем мы сначала в комызиак на один день а потом мы едем с вами на турбазу золотые пески в общем на приеду с папой с братом с лёхой с вячеславом с димой рустам в общем нормально все будет все будет хорошо все будет прекрасно попробуй снимать нож прошу года не снимал снимать особо было нечего значит так в сочи 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 на назвали самые дорогие улицы по ценам на недвижимость ну само собой это у нас улица держинского само собой это улица курортный проспект само собой в том числе улица роз поэтому тут дорогу понят такие улицы дорогие дорогие улицы это прежде всего те улицы которые непосредственно идут близко к центру и которые непосредственно идут близко к морю вот этот золотая середина там где ровная поверхность конечно там там все самое дорогое значит так личинки в афротюре сочи сочи показал способ защитить гибающие пальмы он предлагает чтобы пальмы не гибли а по я на секундочку если кто-то не знает в сочи 7000 пальм и сейчас жуки убийцы берут их пожирают истребляют в общем у них есть личинки знаешь как личинка майского жука и он говорит что если эти личинки возьмем все дружно будем собирать их будем делать в афротюре фритюре то соответственно пиво заходит аж и офигенно а вот то пиво не пьет как там зайдет ну ладно написал пиво ведет офигенно и вот если начнем жрать тем более жрать сейчас нечего спецоперация то в принципе мы спасем пальмы поэтому ради этого в принципе я готов начать пить пиво чтобы есть те самые личинки в китае для такая практика есть и у них все прошло хорошо ну не знаю ищите влажную дырочку в сочи ой извиняюсь ищите дырочку в сочи ну серьезно такое название и рассказали как найти талисман в общем есть такие камни где образуется естественная дырочка маленькая такая куда можно вставить что-нибудь ну что-нибудь это начинается это нитка там или веревка так далее и тогда это будет ваш талисман и все и с вами будет себя кусочек моря и у вас будет все хорошее настроение и вы будете знать что это ваша родная дырочка мужикам не но не рекомендуется это рекомендуется только для девушек потому что мужики могут использовать что-то не по назначению написано а вот женщинам рекомендуется всем обязательно ходить искать камешек с дырочкой и потом конечно повесить себе его на шею на всю жизнь починили как змею дудкой волонтер сочи рассказал как его развели на 300 300 тысяч рублей позвонили сказали что с вашего счета хотят воинам в суу отправить такие такие-то денежные средства что кирдык тебе до 15 лет давайте поможем это писали что служба безопасности плюс что-то фсбшники так далее конечно волонтер обосрался прямом смысле этого слова и готов был делать все что угодно чтобы они не обвинили его в пособничестве там потому это как бы то что он отправляет деньги там за границу там подобное но и что да ничего и в итоге как бы пошел сам взял телефон открыл такую-то карту там перевел пришел к в полицию полицию слышит слышно и вот и да он будет конченый но полицейские ну цитирую полицейский вот как ты дебил и мало того что у как бы в суу не помог ну реально не помогает еще или ты 330 тысяч отдал просто каким-то какие-то шарлатанам ну как так ну погодишь поржали все стали все все это было своего согласия поэтому ловить здесь нечего и знаете я сейчас говорю это как мне немножко смешно а мне никто не смешно я сам также подал сам же тоже был лошарой когда там тоже перевел мошенникам определенную сумму денег это было года три или четыре назад поэтому мне вот если честно ничего не смешно то уж для некоторых 30000 это это прям существенные деньги и даже 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 для меня существенные деньги я там перевел 200000 блин лоханулся конечно жестко в сочи в общем попал дтп скутерист и водитель такси ну само собой да две касты людей которые вот как бы грехом не попасть вон видите какие красивые мальчики идут вот так вот идут высшая школа милицию например я где учился да вот нам было как бы ну как бы но учиться на милиционера да западло там не дай бог там ворске где-нибудь мальчик вот пройдет в такой форме даем там сразу зачмурят загнобят и там подобное ну а здесь нормально здесь модно потому что это все таки в последующем это что такое правильно это у нас государственная кормушка это соответственно что нас бюджетники тем более все дети которые ходят такой форме они прекрасно понимают что жизнь у них будет прекрасным им ничего в этой жизни не уж будет делать и ничего им за это не будет соответственно не смотрят на гаичников как разворачивающие сплошные линии все вещи к по барабану они смотрят как мошенники разводят людей там забирает 300 30 тысяч рублей но при этом только могут чисто поржать и все и при этом ничего не могут сделать а все почему правильно дышь мальчишка потому что никому-то даром и не нужно вот он стоит руки за спиной красота че ищем и делать вот зачем он стал этом месте здесь нет ни школы ничего явно ли например сейчас по лойке стал бы где-нибудь здесь поближе вот где церковь потому что здесь например школа я думаю что здесь будет очень много у нас детишек и вероятность того что кто-то может попасть ну как бы под машину и так далее ну как бы шанс очень велик вот смысл стоять там когда нужно стоять наверное скорее всего 1 сентября здесь я помню далекий 106 год 1 сентября я ехал в прекрасный город сочи на деоматис василькового цвета и тогда еще по дорожное движение не не было сказано что нужно передвигаться с включенным световыми приборами но 1 сентября обязаны были все передвигаться с включенными световыми приборами помню мы ехали как бы 1 сентября все пошли школу а мы поехали в сочи и действительно отдохнули просто шикарнейше блин это было очень круто вот видите что еще один мальчик идет как бы блин ну вот 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 раз он вот это там не за это будущий милиционер которому там грех не толкнуть не ничего не сделать я календарь переверну стоят стоят здесь у нас нарушители перед гаичниками не стоять нельзя поэтому сейчас должны ехать на через сплошную линию все по барабану поэтому наверное спросил любого сочница кем он хочет быть в этой жизни скажет милиционер классно халява круто и не сами дальше в общем в общем вот в этом месте вот в этом в этом месте вчера произошло получается таксист бил мопедиста мопедист не растерялся он рукой за краник взялся и ударами кунь-фу дал водитель такси по лицу и потом он быстро собрался и уехал и за ним началась погоня со стороны таксиста вот как бы так кстати нахального похитителя шоколада задержали полицейский в общем один 27-летний мужчина в прошлом наверное план 27-летний мужчина взял и в магазине скомунизил шоколадки сумму на 4000 рублей и теперь ему грозит 7 лет тюрьмы я открою маленький секрет а есть пару достройщиков которые скомунизили без малого всего лишь у дольщиков обманули их всего лишь там на получается на 700 миллионов и им грозит три года тюрьмы а здесь за шоколадку 7 лет представляете себе не ну шоколад конечно же это гораздо ценнее чем какие-то там квартиры обманутых дольщиков правильно же поэтому за шоколадку мы пожалуйста дадим 7 лет так думает судья и она будет ну это нормально шоколад это же первая необходимость как без шоколада ничего квартира в сочи это не первая необходимость поэтому можно три года ланта вот сидит год там и там по удой еще и выйдет все нормально все хорошо я календарь ладно едем дальше в массовой аварии сочи пострадали люди пострадали люди человеке да 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 именно так да все почему потому что на мерседесе сказал я летчик гастелло и на таран полетел очень смело и был удар разлетелись осколки пилоты короче попали на гребаные елки и вот там ничего хорошего и не было учитель советует в школу на 1 сентября я календарь вот примерно так ну что там у нас на что у нас еще запомните эти правила проблема абхазии не будет ну во первых во первых самое страшное правило в абхазии это конечно же не спорте с абхазом это раз самое первое правило абхазии когда вас обманывают сделайте вид что вас не обманывает значит нас еще могут помимо того чтобы 0 вас еще могут и побить также счет основе правила абхазии не надо думать что вы едете в абхазию и там сэкономить на самом деле потратить там денег больше чем в сочи основное правило абхазии это конечно же аккуратно пограться в воду потому что вся канализация все там ротовирусная инфекция там конечно преобладает также нужно с собой брать всевозможные таблетки и в общем от всего нужно брать таблетки девочки голой жопой сидят на на бетоне еще рожать я календарь ну в общем вот как так ребят я кстати вчера машина помолвил вечерком сейчас я смонтирую один видеоролик прекрасный и в принципе все будет хорошо все будет прекрасно и все будет замечательно на этом ребята с вами прощаюсь желаю вам всем прекрасным настроением не забудьте пожалуйста если вдруг кто-то живет в своем родном городе своей учительнице в конце концов привести цветочки я во всяком случае если бы сейчас был в ворске я бы обязательно зашел в педколледж он для меня оставил хороший след в школу бы не заходил потому что в школе некому цветы дарить и скажу честно там вот например в педколледже или в институте я бы зашел бы там очень много было хороших учителей за которых не стыдно прийти учителя которые хотел бы например чтобы моя дочка у них там получала например сам высшее образование так далее потому что если мы возьмем школьных моих учителей ну из как бы я понимаю что некоторые может учителя могут меня смотреть ну я не могу ответить ни одну учительницу которая которая склада блин это очень куда очень хотя нет могу по физике не на кузьмишна да я рад что она меня заставила научила участвовать во всех олимпиадах и все что я физику знаю на отлично до сих пор знаю все законы и ньютона и ома и так далее все это я знаю и вот за это спасибо всем остальным учителям даже не могу сказать спасибо потому что по русскому языку учительница была мертвая по английскому была мертвая по химии ну как бы может было и сильным не могла найти общий язык с нами прекрасными это потом получается труды были никакие физкультура кроме баскетбола ничего и мы не где даже волейбол тоже не знали правил волейбола когда вот у нас потому что у нас только физику нравился баскетбол и все в общем со школы плохие воспоминаниям не очень хорошие как бы так но конечно колледж мама же мало отметить учителей которые наоборот как бы не являются непрофессионалами там конечно любого учителя что по психологии по педагогике хоть не знаю там по методике по любой там конечно приходит по экологии там очень сильными преподаватели вот и мы конечно хотел бы на перст тебя взять и цветочки нести ладно ребят всем вам хорошее настроение всем добра и пока да кстати учителя чтобы по последующим потом какой-нибудь такой мудак как я не говорил вашу сторону на что даже не хочется там заходить и тому подобное но вы возьмите если уж вы работаете в этой сфере вы выбрали этот путь так вы извините вы уж сделайте так чтобы ну так знаете мне одна учитель сказала я даю ровно столько сколько мне платят но вы изначально знали какая будет зарплата вы сами на это согласились когда шли в школу соответственно если вас не устраивает зарплата причем здесь дети которые которые приходят получать знания почему они должны страдать хотят знания пусть и пускай как бы нанимает репетитора серьезно что а вы зачем вы зачем я например вот человеку честно вот я подклинусь я за всю свою сознательную жизнь я учился в трех учебных заведениях я ни разу даже одного часа не работал с репетитором и при том у меня два диплома с отличием ни разу я не понял почему сейчас должны люди в двадцать первом веке почему они должны как бы у вас там с первого класса ходить на вам на индивидуальные занятия где это такое кто такой придумал ладно ребят у вас всех с праздником в любом случае всем добра и пока